В эфире программа «Новина регион» у студии Кристина Кранкевич. Добрый день у этом выпуску «Глядите». С Могилёва теперь и в Египет. Первые полеты чартеру уже на наступном тыдне. Частинки мощи у Матроны Московской у Спаса Прображенским собором Могилёва, с якими просьбами идут верники. Коли гульнял пинг-понг, натхняя на перемоги. Юные теннисисты в области у призёрах олимпийских дён молоди по настольным теннисе. Система отепления жилёвого фонду Могилёвщины будет переведена в режим протепливания. Отповедный рекомендацийный лист на керованные угары и райвы Канкамы в области прагыты отзначили у отделе палева и энергетики Могилёвского Аблвы Канкамам. Такое решение, докладняют специалисты отдела, принято в совезе с повышением температуры. В ближайший час плануется перевести систему отепления жилля в максимальный режим экономии, а лезу ликом в экономии социальных стандартов. Нагадаем, сгодно с ними, комфортной температуры экваторых лишатся покашеки от 18 до 24 градусов тепла. То же самое дотычить и социальной сферы. Дарочи и по прогнозе Могилёвских синоптиков, в ближайшие дни надворье довольно тёплое. Так, 17-го кастрычника будет воблачное с прояснениями надворье по области местами Махчамопадки. А слупок термометра в день узнимется до плюс 13-ти, плюс 17-ти градусов. У сираду стане ящик руху теплей местами навыд до плюс 18-ти, але узмацнится ветер. Парывы складуть до 14 метров за секунду. И у шатвертак сама тепла и без опадков. Уначы плюс 3, плюс 8, у день 10-16 со знаком «плюс». З Могилёва у Египет. Идея стала реальной. 24-го кастрычника з Могилёвского аэропорта самолёты накеруются у Хургаду. У гэтым сезонне плануюць организовать 9 чартерау. Перовозки будзе выконвать компания «Белаве» с самолётами «Боинг-737-800». По словах специалистов, гэта новая самолёты умещальнастю 189 месяцев. Могилёвский аэропорт даунове уперамовы про гэты «Пауднёвы» накерунок. Дарычы адзін з самых популярных. Нагадаем, сё літа з Могилёва летали у Турцию. Дагадуль распачаліся палёты з областного центра у Болгарую. Его подгэты был встановчем. Сё літа перевязли 2350 человек 19-тью рейсами. Палётные программы подбираюць турфірму и пакуль Могилёв. Другий областный центр пасля Витебска дзерганезыванная подобная чартеры. Больш за 4000 замежных грамадян наведалі сё літа здравніцы Могилёвской в області. І такая тенденція назірається апошні гады. 90% відпочиваючих гэта росіянин, так само сяродноведвальнікаў наших санатореў, білей грамадяні Ізраэлю, Германии, США і інших країн близкага і далёкага замежа. Гастей вабець здравлінчая паслуги і їх кошт. А для здравніц гэта махчымасць зарабіць, павысіць свою рантабільнаць. У Могилёвскі в області працуюць 11 санаторы. У замежных грамадян на адпачынык сё літа прымалі палова з їх. У безумовных лідарах Бабруйскі санаторы ім'я Ленина мінавіта тут прайнялі 60% ўсіх замежных грамадян, што сё літа наведалі здравніцы Могилёвщаны. Спеціалісты лічыць, што такому выніку паспраяў якасны маркетанг і еффективна работа з замежными туроператорами. «Они дополнительные услуги оказывают. Они, в частности, разработали оздоровительный пятидневний тур в рамках безвизового режима в Республику Беларусь тоже пользуются популярностью. Они активно используют интернет-ресурсы, продвигают свой сайт в социальных сетях, активно используют онлайн-бронировання, онлайн-оплату, і це даёт свої результати». Даволі эффективна працює па експерці оздоровленчых паслух і санаторий ім'я Орловскага ў Кіровскім районі. Ё невелікі на 66 місців. Аднак більш за полову путёвак за апошні 9 місяців тут набалі мінавіта замежная грамадяні. Айчынные санаторы запрашаюць гостей круглый год. Медыцинскія паслуги можна атрымаць і ў зімку. Апошнім часам пачалі надаваць больш ўвагі і тематычному адпачынку. Наприклад, святочны мероприємствы падчас новогодніх святаў. Алена Соловьёва, Александр Тарасаў, Новіна Регіона. Тысяча паломнікаў што дня. Частінкі мощаў блажэнной Матроны Московской прабылі ў Магілёў у Спаса Прабражэнскі Сабор. Православная царква адзначає, што Матрона Московска, яшчы пражыці ў першій полові минулого стагодзя, праславілася шматлікімі цудамі. За якімі просьбамі ця пірыдуць вернікі до каўчэга, давідаліся нашы корреспондэнты. Спаса Прабражэнскі Кафедральны Сабор адначасова можа змясіць каля паў тысячы людзей. Чарга дамошы ў святой Матроны вялікая. Аднакі она рухаецца худка. Па словах верніків, менш гадзіны трэба простоять, каб попрасіць блажэнную праза паветнэя. Прасы прашу, одного здорову я прашу. Целительница помогала людзім советами, добрыми делами. Монастырь, её и мощь в Москве, ну і нам такая благодать здесь побыть. До Матроны по традиції верніки ідуть с кветками. У Могилёве с букетами адзинки паломника укажуть. Усё за недосвеченності. В Покровском монастыре, где покояться мощи Матронушки, ну так заведено, я посмотрела, там люди идут все с цветами, взамен они получают освященные цветы уже другие, которые уже прикоснулись к мощам Матронушки. Может быть и у нас что-нибудь подобное возникнет, я не знаю, но пока нет. Если кто-то желает, пусть он приложит свои цветочки, которые он принёс, и заберёт их себе в благословение. По словах Святаро, у Русской Православной Церкви за допомогой у житёвых непорадках верники свертаются с просьбами Яши дать двёх блаженных Ксении Петербургской и Валентины Минской. А вось частинки мощи у Святой Матроны будут находиться у Могилёве до 27-го Кострышника. Поклониться им можно с 8-ми годин раниться до 7-ми вечера. Татьяна Сергеичек, Виталь Алексеенко, Новины Регионы. Первая премьера у новым театральном сезоне спектакль с колоритной назвой «Дурочка и зэк» представили у Могилёвским областным драматичным театры. Пьесу российского автора Владимира Лицкого на Могилёвской сцене поставил столичный режиссёр Андрей Гузий. На дебютном показе побывала наша здымошная группа. Сейчас вокруг так много нечестных людей, даже страшно. У вычворным и бездумным свете нормальными могут быть только варьяты. Йон Махляр и «Пройдесвет» яна хворая и на юная дурочка. Абсолютно розная герой, яких объедновывая Мара Прокоханья и Вера Уцуды. Спектакль у першиню поставили на белорусской сцене. На премьеру Могилёв приехал и аутер пьесы Владимир Лицкий. На мой взгляд получилось намного лучше, чем было, потому что появились какие-то дополнительные смысловые пласты. Это спектакль о любви, о добре, о милосердии, о том, что у нас подменены какие-то понятия в нашей современной жизни. Першими премьеру убачили театральные крытыки и журналисты. Дарычи, у спектакля два актерских склада. Там у постановку варто поглядеть у разных версиях, кажут театралы. Там вещи, которые, в общем-то, сродни христианским истинам. О любви, о вере, о доверии, о правде. И вдруг я подумал, мы называем её дурочкой. Что-то с нами происходит. Это меня напугало, и я захотел эту историю рассказать. Сирота одна на всем Белом свете. Илля Соболев, Александр Тарасов, Новины региона. Юные теннисисты Могилевская в области сирот-призеры у дитячего турнира. Спарткомплекс Олимпийц примал Олимпийские Дни молоди. За спортивными перепятиями назирала наша здимечная группа. Олимпийские Дни молоди – это свой особливый юнацкий чемпионат Беларуси. На финальный сутрыш проехали мацнейшие аматеры пинг-понгу. Сиротых 14-ти годовая девчина у заходящая зорка айчинного спорта. На этом турнире гуляла не у першиню. Тяжелее, чем в прошлом году. Почему? Другие участники, старшие участники стали играть, девочки посильнее и мне с ними тяжелее играть. Но это лучше. Это лучше, это опыт. Сирот 28 девчат на турниры Дарья стала шостой. Годный выник перед поездкой на международный турнир у Венгрую. Трапить на ягу плануя и яше один могилевчанин Роман Вергунов. У 20 год у ягу значный опыт, что это помогло у нервовым поединку за выход в финал. Психология. Он все хотел отыграть по-быстрому. Очень сильно хотел сыграть. Днажды было просто отыграть стабильно. Просто попасть на стол, можно так сказать. Роман Вергунов, увы, не кустал другим на олимпийских днях молоди. Яго сябар по команде Андрей Лобанов пятым. Высокие мессы дозволили у агульнокомандным залику нашей в области занять третье место. Андрей Шуляк, Денис Бутылин, Новины региона. Усе новины про життя в области на нашем сайте Тавра Могилев, Кропка Байна. Я с вами развитываюся. До встречи вечерним выпуском. Редактор субтитров А.Семкин